Карл Чапек. Редкий ковер. — Хм, — сказал доктор Витасик, — я, знаете ли, тоже кое-что с мыслью в персидских коврах. — Согласен с вами, господин Таусик, что нынче они не те, что прежде. В наши дни эти восточные мошенники не утруждают себя краской шерсти, кошенилью, индига, шафраном, верблюжьей мочой, чернильным орешком и разными другими благородными органическими красителями. Да и шерсть уже не та. А узоры такие, что глаза бы не глядели. Да, утраченное искусство ткать персидские ковры. Потому-то в такой цене старинные, вытканные до 1870 года. Но такие уники попадаются в продажи очень редко, только когда какая-нибудь родовитая фамилия по семейным обстоятельствам, так в почтенных домах называют долги, реализует дедовские антикварные вещи. Однажды в Рошмеркском замке я видел настоящий Трансильван. Это, знаете ли, такие молитвенные коврики. Турки выделывали их в 17 веке, когда еще хозяйничали в Трансильвании. В замке туристы топают по нему подкованными ботинками, и никто понятия не имеет, какая это ценность. Ну, просто хоть плачь. А один из самых драгоценных ковров в мире находится у нас, в Праге, и никто об этом не знает. Дело обстоит так. Я знаю всех торговцев в коврами, какие есть в нашем городе, и иногда захожу к ним поглядеть на товар. Видите ли, их закупщикам в Анатолии и Персии иной раз попадается старинный ковер, украденный в мечети или еще где-нибудь. Они суют его в тюк обычного метрового товара, и потом он продается на вес, что бы в нем ни было. Вот я и думаю, не попадется ли мне в таком тюке ладик или бергама. Потому-то я и заглядываю в эти лавки, сажусь на кипу ковров, покуриваю и гляжу, как купцы продают профанам всякие там бухары, тавризы и сороки. Иной раз спросишь, а что это у вас в самом низу? Вот этот, желтый. И глядь, оказывается, хамадан. Так вот, заходил я частенько в старом месте к некой госпоже Севериновой. У нее лавка во дворе, и там иногда попадаются отличные караманы и келивы. Хозяйка лавки круглая такая, веселая дама, очень славоохотливая. У нее есть любимая собака, пудель. Этакая жирная сука, глядеть то что. Толстые собаки обычно сварливые и как-то автоматически и раздраженно тявкают. Я их не люблю. А, кстати, видел кто-нибудь из вас молодого пуделя? Я нет. По-моему, все пудели, как и все инспекторы, ревизоры, акцизные отзиратели, всегда в летах. Такая уж эта порода. Но так как я хотел поддерживать севериновые дружеские отношения, то обычно присаживался в том углу, где на большом вчетверосложенном ковре сопела и пыхтела ее собачонка Амина и почесывал этой твари спину. Амине это очень нравилось. Госпожа Северинова, говорю я однажды, что-то плохо идет у вас торговля. Ковер, на котором я сижу, лежит уже три года. — Куда там? Дольше! — отвечает хозяйка лавки. — Он в этом углу лежит добрых десять лет. Да это не мой ковер. — Ага! — говорю я. — Так он принадлежит Амине. — Ну что вы! — засмеялась северинова. — Не ей, а одной даме. У нее дома тесно, держать его негде. Вот она и положила ковер у меня. Мне он порядком мешает, но, по крайней мере, есть на чем спать Амине. — Верно, Аминочка? Я отвернул угол ковра, хотя Амина сердито заворчала. — Довольно старый ковер, — говорю. — Можно на него посмотреть? — Конечно! — отозвалась хозяйка и взяла Амину на руки. — Пойди сюда, Амина. Господин только посмотрит, а потом ты опять ляжешь. Кушай, Амина. Нельзя ворчать. Ну иди, иди сюда, дурочка. Тем временем я развернул ковер, и сердце у меня ёкнуло. Это был белый анатолийский ковер семнадцатого века. Местами протертый до дыр, представьте себе, так называемый птичий, с узором чентамани и птицами. А это, да будет вам известно, запрещенный магометанской религией узор. Уверяю вас, такой ковер неслыханная редкость. А этот экземпляр был не меньше, чем пять на шесть метров. И восхитительные расцветки, белый, из бирюзово-синим и снежно-розовым, как цветы черешни, орнаментом. Я отвернулся к окну, чтобы хозяйка не видела моего лица, и говорю. — Довольно ветхая штука, госпожа Северинова, а тут он у вас и вовсе слежится. — Знаете что, скажите вашей даме, что я куплю этот ковер, ежели ей негде его держать. — Не так-то это просто, — отвечает Северинова. — Ковер не продается, а владелица его живет все больше в Мирана и Ницце. Я даже не знаю, когда она бывает здесь. Но попробую узнать. — Будьте добры, — сказал я равнодушным тоном и ушел. — К вашему сведению, купить вещь за бесценок — дело чести коллекционера. Я знаю одного очень известного и богатого человека, который собирает книги. Ему ничего не стоит отдать тысячу-другую за какую-нибудь старую книжонку. Но если удастся купить у Старьевщика за две кроны первое издание стихов Йозова Красослава Хмельенского, он чуть не прыгает от радости. Это тоже спорт, вроде охоты на серн. Вот и втемяшилось мне в голову по дешевке купить птичий ковер и подарить его музею. Потому что такому уникальному предмету место только там. И чтобы рядом повесили табличку с надписью «Дар доктора Витасика». Что поделаешь, каждый тщеславен на свой лад. Признаюсь, я прямо так и потерял покой. Немалых усилий стоило мне на завтра же не побежать за этим птичьим ковром. Ни о чем другом я не мог уже и думать. — Надо выждать еще денек, — твердил я себе каждое утро. — Человеку иногда хочется помучить самого себя. Недели через две мне пришло в голову, что тем временем кто-нибудь другой может перехватить птичий ковер у меня под носом. И я помчался в лавку. — Ну как? — кричу еще в дверях. — Что как? — удивилась госпожа Северинова. Я спохватился. — Да вот, — говорю, — проходил мимо вас и вспомнил об этом белом ковре. Продаст его Тадама или нет? — Севериниха покачала головой. — Бог весть! Она сейчас в Биорице, и никто не знает, когда вернется. Я поглядел, там ли еще ковер. — Да! На нем лежит Амина, еще более жирная и облезлая, и ждет, чтобы я почесал ей спину. — Через несколько дней мне пришлось поехать в Лондон. Там я заодно зашел к Кейту, знаете, к сэру Дугласу Кейту, сейчас лучшему знатоку восточных ковров. — Сэр, — говорю я ему, — сколько может стоить белый анатолийский ковер с чем там они и птицами, размером пять на шесть метров? Сэр Дуглас возрился на меня скусь очки и отрезал сердито. — Нисколько! — Как так нисколько? — говорю я, смутившись. — Почему же нисколько? — Потому что ковров такой величины вообще не существует! — закричал на меня сэр Дуглас. — Следовало бы вам знать, сэр, что самый большой размер такого ковра это три на пять ярдов. Я весь залился краской от радости. — Ну, а если бы все-таки существовал один такой экземпляр, сэр, сколько бы он стоил? — Нисколько, — говорю вам, — нисколько! — снова закричал сэр Кэй. — Это был бы уникум! — А как можно определять цену уникума? Он может стоить и тысячу, и десять тысяч фунтов. Почем я знаю? — Но такого ковра не существует! — Сэр! Всего хорошего! Представляете себе, в каком настроении я вернулся домой! — Пресвятая Дева! Я должен раздобыть этот птичий ковер! То-то будет подарок музею! Но вы понимаете, что теперь никак нельзя было слишком заметно нажимать на Северинову! Это шло бы вразрез с коллекционерской тактикой! Да и торговка совсем не была заинтересована в продаже старого тряпья, на котором спала ее собака! А проклятая баба, владелица ковра, все время переезжала то из Миранова стенды, то из Бадена виши! Наверное, она держала медицинскую энциклопедию и постоянно выискивала для себя разные болезни! В общем, она все время торчала на каком-нибудь курорте! Ну что ж, я стал раза два в месяц наведываться в лавку Севериновой, чтобы взглянуть, там ли еще птичий ковер! Обычно я чесала мини-спину, так что эта тварь повизгивала от удовольствия и для отвода глаз каждый раз покупал какой-нибудь коврик! Знали бы вы, сколько у меня набрало всяких ширазов, ширванов, мосулов, кабристанов и всякого такого заурядного товара! Но среди них был и один классический дербент — такой не сразу найдешь! И еще был старый синий хоросан! Что я пережил за эти два года, поймет только коллекционер! Терзание любви — ничто по сравнению с муками собирателей редкостей! И замечательно, что еще ни один из них не наложил на себя руки! Наоборот, обычно они доживают до преклонного возраста! Видимо, это здоровая страсть! Однажды Северинова говорит мне, — была у меня хозяйка ковра, госпожа Цанелли. Я ей передала, что находится покупатель на белый ковер. Все равно он тут слежится. А она ни в какую. Это, мол, их семейная реликвия, и она не намерена продавать ее. Но пусть лежит, где лежал! — Ну, конечно! Я сам побежал к этой госпоже Цанелли. Думал, она мог весть какая светская особа, а оказалось, что это препротивная старуха с сизым носом в парике, и физиономия у нее передергивается от тика, рот то и дело кривится до уха. — Сударыня, — говорю я, не сводя глаз с ее прыгающей губы. Я охотно купил бы ваш белый ковер. Коврик, правда, уже старенький, но мне он как раз годился бы в прихожую. Жду, что она скажет, и чувствую, как у меня рот начинает кривиться к левому уху. То ли этот ее тик был такой заразительный, то ли я очень разволновался. Не знаю, только никак не смог сдержаться. — Как вы смеете! — накинулась на меня эта кикимора. — Сейчас же уходите отсюда! Сейчас же! — виджала она. — Этот ковер — память о моем гроспапа! — Дедушки, — искаженная немецкая. — Сейчас же уходите, не то я позову полицай! — Полицию. — Я не торгую коврами. Я функциональный, сударь! Мари, выведи этого человека! Я, как мальчишка, скатился с лестницы, чуть не плачу от досады и ярости. Но что было делать? После этого я еще целый год ходил в лавку Севериновой. За это время Амина еще больше растолстела, почти совсем облезла и стала хрюкать. Через год госпожа Цанели снова вернулась в Прагу. На этот раз я не рискнул обращаться к ней сам и поступил недостойно для коллекционера. Бимбал подослал к старухе своего приятеля, адвоката Бимбала, этакого обходительного бородича, которому женщины сразу проникают с доверием. — Пусть, мол, предложат этой почтенной даме любую разумную цену за белый ковер! Сам я ждал внизу, на улице, волнуясь, как жених, который заслал Сватов. Через три часа Бимбал, пошатываясь и утирая под солба, вышел из дома. — Ты чертов сын! — прохрепел он. — Я тебя задушить готов. — По твоей милости, я три часа слушал историю рода Цанелли. — Так знай же, — воскликнул он злородно, — не видать тебе этого ковра. Семнадцать Цанелли перевернулись бы в могилах на Ольшинском кладбище, если бы эта семейная реликвия попала в музей. — Черт побери! Ну и намаялся же я из-за тебя. — И он исчез. Вы сами знаете, мужчина нелегко отступается от того, что взбрело ему в голову, и если он коллекционер, то готов пойти и на убийство. Собирание редкостей — это ведь героическое занятие. И вот я решил попросту выкрасить этот птичий ковер. Прежде всего я разведал обстановку — лавка Севериновой во дворе, а ворота запирают в девять часов вечера. Отбирать их отмычкой я не хотел, потому что не умею. Но из-под арки можно войти в подвал и там спрятаться, пока не запрут дом. На дворе есть сарай, с крыши которого, если суметь на нее взобраться, легко перелезть в соседний дворик, где находится трактир. Ну а оттуда убраться на своясь и нетрудно. В общем, все это показалось мне довольно просто. Главное — проникнуть в лавку через окно. Для этой цели я купил алмаз и попрактиковался на собственных окнах, вырезывая отверстие в стекле. Не думайте, что кража — простое дело. Это куда труднее, чем оперировать предстательную железу или удалить у человека почку. Во-первых, легко провести дело так, чтобы тебя никто не увидел. Во-вторых, это связано с долгим ожиданием и многими неудобствами. А в-третьих, вы все время находитесь в неизвестности, да вы и гляди, нарвешься на какую-нибудь неожиданность. Говорю вам, воровство — трудное и малодоходное ремесло. Если я когда-нибудь обнаружу вора в своей квартире, я возьму его за руку и скажу мягко — милый человек, и охота вам так утруждать себя, не могли бы вы обкрадывать людей другим, более удобным способом? Не знаю, как воруют другие, но мой опыт оказался не очень-то приятным. В тот, как говорится, критический вечер я прокрался в этот дом и спрятался на лестнице, ведущей в подвал. Так, наверное, были бы описаны мои действия в полицейском протоколе. В действительности же картина получилась такая. С полчаса я в нерешительности проторчал под дождем у ворот, привлекая к себе всеобщее внимание. Наконец, с мужеством отчаяния, как человек, решивший вырвать зуб, я вошел в ворота и, разумеется, столкнулся со служанкой, которая шла за пивом в соседний трактир. Чтобы рассеять возможные подозрения, я назвал ее не то бутончиком, не то кошечкой, но она испугалась и пустилась на утек. Я спрятался на лестнице, что ведет в подвал. Там у этих нерях стояли ведра с залой и еще какой-то хлам. Стоило мне только туда проникнуть, как все это посыпалось неописуемым грохотом. Вскоре вернулась служанка с пивом и взволнованно сообщила привратнику, что какой-то тип забрался в дом. Но этот добряк не стал утруждать себя поисками и заявил, что, наверное, какой-нибудь пьянчушка спутал их ворота с соседним трактиром. Минут через пятнадцать он, зевая и сплевывая, запер ворота, и в доме настала полная тишина. Только где-то наверху оглушительно икала одинокая служанка. Удивительно, как громко икают эти служанки. Наверное, с тоски. Мне стало холодно. На лестнице мерзко пахло кислятиной и плесенью. Я пошарил в темноте руками. Все, к чему я прикасался, было покрыто какой-то слизью. Представляю, сколько там осталось отпечатков пальцев доктора Витасика, нашего видного специалиста по болезням мочевых путей. Когда я решил, что уже полночь, было всего десять часов вечера. Я намеревался лезть в лавку после полуночи, но уже в одиннадцать не выдержал и отправился на дело. Вы не представляете себе, какой шум поднимает человек когда пробирается в потемках. На счастье жители этого дома спали блаженным и беспробудным сном. Наконец, я добрался до окна и со страшным скрипом стал резать стекло. Из лавки послушался приглушенный лай. А чтоб ей пусто было, амина! — Амина! — прошептал я. — Потише ты, стерва! Я пришел почесать тебе спинку. Но в темноте, знаете ли, очень трудно провести алмазом дважды по одной и той же линии. Я водил алмазом по стеклу, и, наконец, при более сильном нажиме оно со звоном вывалилось. — Теперь сбегутся люди, — сказал я себе, — куда бы спрятаться. Но никто не прибежал. Тогда я с каким-то противоестественным спокойствием выдавил остальные стекла и открыл окно. Амина в лавке лишь слегка и для проформы заворчала сквозь зубы. — Я да выполняю свою обязанность! — Ну, я влез в окно. — И скорее к этой мерзкой собаке! — Амина! — шепчу ей ласково. — Где твоя спинка? — Я твой друг, зверюга! Тебе это нравится, шельма! Амина прямо так и извивается от удовольствия, если только мешок сала может извиваться. А я говорю ей дружески, — ну, а теперь пусти-ка, псиная! И хотел вытянуть из-под нее драгоценный ковер с птицами. Но тут Амина явно решила, что посягают на ее собственность, и запротестовала. Это уже был не лай, а настоящий рев. — Тише, Амина, дрянь! Ты такая... — принялся ей уговаривать. — Погоди! — Я подстелю тебе что-нибудь получше! Я сорвал со стены препротивный блестящий керман, который Северинова считала перлом своего ассортимента. — Смотри, Амина! — говорю. — Вот на этом коврике ты чудесно будешь спать! Амина глянула на меня с любопытством, но когда я протянул руку к ее ковру, взвизгнула так, что, наверное, было слышно в комболисах. Я снова разнежил ее услождающим почесыванием и взял на руки. Но стоило мне потянуться к белому сокровищу с птицами и чинтамани, как Амина астматически захрипела и залаяла. — О, Господи, вот скотина! — сокрушенно подумал я. — Придется ее прикончить. — Послушайте, я и сам этого не понимаю. Гляжу на эту мерзкую, тучную, подлую собачонку, гляжу с величайшей ненавистью, какую когда-либо испытывал. А убить это чудовище не могу. У меня был с собой отличный нож, был брючный ремень. Мне ничего не стоило зарезать или придушить Амину, но у меня не хватало духу. Я сидел рядом с ней на божественном ковре и чесал у нее за ухом. — Трус! — шептал я себе. — Одно или два движения, и все будет кончено. Ты оперировал стольких больных, ты видел, как люди умирали в страхе и боли. Почему же ты не убиваешь собаку? Я скрипел зубами, чтобы придать себе отваге, но не мог. И тут я заплакал, видно, от стыда. Амина заскулила и облизала мне лицо. — Ты гнусная, подлая, мерзкая падаль! — заворчал я, похлопал ее по безволосой спине и вылез в окно на двор. Это был проигрыш и отступление. Потом я захотел влезть на сарайчик и по крыше перебраться на другой двор и на улицу. Но у меня не хватило сил, то ли я совсем ослабел, то ли сарайчик оказался выше, чем мне показалось. Одним словом я не смог взобраться на него. Ну и я снова спрятался на лестнице в подвал и простоял там до утра, чуть живой от усталости. Глупо, конечно, ведь можно было выспаться в лавке, на коврах, но мне это не пришло в голову. Утром слышу — отпирают ворота. Переждав несколько минут, я вышел из своего убежища и направился на улицу. В воротах стоял привратник. Он так обалдел в виде чужого человека, что даже не поднял шума. Через несколько дней я зашел навестить Северинову. Окно лавки было заделано решеткой, а на великолепном ковре со священным орнаментом и птицами, разумеется, валялась эта мерзкая, жебоподобная собака. Узнав меня, она приветливо завиляла толстой колбасой, которая других собак называется хвостом. — Сударь! — просидяв, сказала мне Северинова. — Вот она, наша золотка Амина, наше сокровище, наша милая собачка. Знаете ли вы, что к нам на днях через окно забрался вор, и Амина его прогнала? Я ни за что на свете не расстанусь с ней, — гордо объявила она. — Но вас она любит. Животное сразу узнает, честный человек или нет. — Верно, Амина? — Вот и все. Уникальный ковер лежит там и поныне. По-моему, это одно из драгоценнейших ковровых изделий в мире. И поныне на нем похрюкивает от удовольствия паршивая вонючая Амина. Надеюсь, что она скоро и сдохнет от ожирения, и тогда я предприму еще одну попытку. Но прежде мне надо научиться распиливать решетки. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...